В Брянской епархии прошла традиционная свенская ярмарка. У стен свенского Успенского мужского монастыря собрались мастера на все руки. Около 700 предприятий и организаций России, Украины и Белоруссии представили свою продукцию, собралось множество творческих коллективов. Благословил работу выставки митрополит Брянский Исевский Александр. История свенской ярмарки уходит корнями еще в доэволюционное время. В конце лета люди собирались у стен свенского монастыря, чтобы спросить благословения на плоды своего труда. В годы безбожии эта добрая традиция была прервана, а ныне возрождается. Свенская ярмарка проходит в этом году уже девятый раз. Она располагается на Андреевском лугу возле монастыря. Начинается масштабное мероприятие Смолебна, которое возглавляет правящий архиерей Брянской митрополии. Присутствуют и представители власти. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, глава региона Николай Денин, официальные делегации из Белоруссии, Украины и других регионов. И, конечно же, многочисленные гости. Всего участниками ярмарки в этом году стали более 100 тысяч человек. Я думаю, что эта ярмарка не только место купли и продажи, но это прежде всего большой культурный праздник, который объединяет людей, которые собираются сюда, чтобы поделиться друг с другом радостью общения, разделить эту радость. И предлагают нам и труды своих рук. И я хотел бы пожелать Свенской ярмарке успеха, чтобы она прошла, как всегда, на высоком уровне, чтобы она всех нас объединила и научила нас единомыслию, любви, миру, согласию. С приветственным словом обратился к собравшимся и высокий гость выставки полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Вы знаете, уже несколько сот лет имеет традиция на Андреевском лугу собирать ярмарку. Но знаете, она всегда начиналась с чего? Она начиналась со слова. И первые ряды в ярмарке всегда были – это духовные книги, это церковные книги. И мне очень приятно, что сегодня открывал ярмарку наш с вами владык, владыка Александр, с напутствием и благословением этого. Раз так это произошло, значит и дальше все будет хорошо и нормально. Но эта ярмарка объединяла не только товары, не только какие-то красивые, приятные рукоделия, но прежде всего она объединяла славянские народы. Сюда приезжали с Украины, с Белоруссии, с других регионов наши с вами славянские братья. И очень приятно, что вы, потомки тех наших предков, возродили эту ярмарку. На ярмарке были организованы праздничная торговля, выставка сельскохозяйственной техники, элитных пород кроликов и птицы, работали ремесленные ряды и аттракционы, проводили спортивные состязания, музыкальные и театрализованные представления. Особое внимание гостей обращалось на необходимость восстановления монастыря. Через год ожидается приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И к этому времени возрождение Успенского собора обители должно быть завершено. Руси Кирилла. Продолжение следует...